Давай, ловлю! Это был Акс 3. Всем привет, друзья мои! И сегодня у нас долгожданный Аксиал 3. Весь топ собрался в одно шасси, но на самом деле посмотрим, соберем, покрасим и будем смотреть, как он уже едет. Сборку начнем с портальных мостов. Смазка и фиксатор резьбы находятся в комплекте и металлические шестерни внутри. Собираем, внутри все смазываем смазкой и закрываем вот такой вот стандартной Аксиаловской крышкой. В колесном редукторе здесь две шестерни и сюда тоже добавляем смазки. Вот так выглядит передний мост. Как видите, интересное расположение ореха идет. Оно не центральное, а сбоку. Здесь, наверное, будет крепиться тяга Панара. Посмотрим дальше по сборке и рулевая тяга будет проходить спереди. Итак, один момент не могу понять. Смотрите, у нас используется всего три подшипника. Два подшипника ставятся в эту стенку и один ставится к этой оси, то есть вот сюда вниз будет устанавливаться. Вот эта длинная ось, которая идет в мост, она идет без установки подшипника, что немного мне непонятно. То есть вот это место будет без установки подшипника. Смотрите, мы вставляем туда ось, таким вот образом, вот. И она стоит там, она болтается полностью, то есть в идеале бы подшипник, но я не знаю, туда по идее встанет или нет. Понятно, что здесь будет в подшипнике, то есть упираться с этой стороны будет, да, то есть никуда она не денется. Но вот это пространство будет открыто в мост, то есть если где-то сюда будет попадать вода, она будет попадать вон туда вовнутрь, там, ну, до подшипника, грубо говоря. Непонятно, зачем они это сделали. Почему здесь не вкорячить подшипник, хотя есть специальные отверстия, непонятно. Дальше занимаюсь амортизаторами, смазываю резиновые кольца, потому что аморты здесь будут полностью заливаться, и силиконовое масло есть в комплекте. Все, амортизаторы полностью готовы, и, как видите, пружины немного различаются, есть зеленые, есть красные. Ну, дальше посмотрим, какие-то вперед, видимо, какие-то назад. Итак, давайте сначала коробочку рассмотрим на картинках. Она двухскоростная и с дильюнитом идет. Значит, если вы не хотите использовать две скорости, только одну скорость, то вот такую проставочку ставим и не паримся. Вот, также в комплекте идет 27-я шестерня. Мы ее используем как раз с портальными мостами. Если вы без порталов, а на прямых мостах, то нужно поставить 20-ю шестерню, и тогда она докупается отдельно. То есть без портала 20-я ставится шестерня. Вот, и дальше также здесь собираем-собираем. И, опять же, если вы не хотите использовать дильюнит, вот здесь у нас написано, а просто постоянно 4WD, то вот такую проставку ставите, и все, дильюнита не будет. Короче, вы можете все заблочить на одной скорости без дильюнита с помощью двух проставок. Если вы хотите полностью использовать весь функционал, то проставки вот эти ставить не нужно. И здесь нам показано отклонения, при которых работает, собственно, дильюнит, вот, high-speed, то есть это вторая скорость при отклонении, видите, 724, 4WD. Дильюнит отключен 0,89 мм. И low-speed, опять, 1,04 мм. Вот, то есть если, ну, я буду ставить, для этого потребуется две микросервы. Их в комплекте нету, докупаются отдельно. И сейчас буду все это дело собирать. Куча подшипников, шестереночки, винтики и корпуса. Собираем две первые оси с шестеренками, и вот здесь как раз будет происходить реализация второй скорости. То есть вот он. Так, жик. И все, это у нас другая скорость. То есть легким действием руки в данном случае коробка с первой скорости переходит на вторую скорость и наоборот. Вот так вот. Все это дело сейчас смазываем и закрываем в корпус. Ну, а внутри коробки это происходит так. Здесь у нас будет сервопривод тянуть за эту ось и тем самым как раз переключаться либо к одной шестеренке, либо к другой шестеренке. Вся коробка в сборе здесь получается достаточно длинная. То есть там мы закрыли как раз переключение скорости с первой на вторую. И здесь идет продолжение. Вот так примерно нужно закрыть. Опа! Готово. Да. Все. И теперь здесь на два винтика затягиваем. Ну и на этом еще коробка не закончилась. Теперь увеличиваем ее в другую сторону. Здесь еще используются две шестерни. Одна на 25 зубцов, другая на 28. Плюс вот там еще шестерня тоже уже смазанная. Стоит с большим подшипником. Сейчас все их устанавливаем и также закрываем крышкой. Вот так это выглядит в собранном виде. Вот что у нас получилось. Но, как вы поняли, это еще не все. Нам теперь нужно задействовать DigUnit. DigUnit здесь реализован вот в таком вот маленьком корпусе. Все просто. То есть вот эта вот ось, которая как раз задействует на задние колеса наши. То есть вот такие вот крестики как раз дают фиксацию либо с передней осью, либо с корпусом коробки. То есть вот у нас идет фиксация, грубо говоря, с передней осью. И теперь у нас вращаются обе оси. То есть и передняя будет мост вращаться, и задний мост вращаться. И потом мы, грубо говоря, сервоприводом сдвигаем вот эту часть. И она фиксируется вот в такой вот крестовине, которая фиксируется уже в этом корпусе намертво. Двумя винтиками. И тем самым мы получаем, что наша вот эта штука, ось, зафиксировалась и отошла от контакта с передней осью. Ну, со всей коробкой, грубо говоря. И теперь, если я вращаю, как видите, вращается вся коробка. Вращается передняя ось, а задняя ось у нас не вращается. То есть она просто остается заблокирована жестко. Она будет жестко заблокирована, вы ее руками даже не свернете никуда. Вот. Поэтому вот так вот реализован диг юнит. И поэтому наша коробка будет еще длиннее. Сюда будет подключаться сервопривод. И он будет управлять как раз этим всем передвижением. То есть включение и выключение диг юнита. Смазывать ничего здесь не нужно. Остается просто поставить это в коробку вот таким образом. Где-то вот так. Так. Все. И закрутить. Ну и что в итоге мы получаем в этой длинной понапичканной коробке? Значит, во-первых, это две скорости. То есть вращаем. Видим, да? Там первая скорость. Хоп. Переключаем. Вторая скорость. Хоп. Первая скорость. Все. Дальше. Диг юнит. То есть сейчас вращаются обе оси, как видите. Теперь вытягиваем. У нас получается вращение только передней оси идет. Задняя не вращается. И полностью блокирована. Полностью блокированный зад. Весь мост. Теперь возвращаем. И возвращается вращение у нас. В общем-то, вот так все получается. Прикольно, прикольно. И это два в одном. Что еще мы тут получаем? Значит, слипер сцепления есть в комплекте. Пиньон на 14 зубцов в комплекте. И металлическая моторама. На мотораме для выставления зазора четко есть градация, какой пиньон вы будете использовать. То есть у нас 14-й пиньон, значит завинчиваем вот в эти два отверстия. Моторчик буду использовать коллекторный от Инжоры. Посмотрим, как себя покажет в деле. Ссылочка на все комплектующие для трофеек есть внизу под видео. На мотор и регули и всякие шмурдяк, которые можно на них повесить. Мотор установили на мотораму. Прикрутили пиньон. И устанавливается вот примерно так. Все. Стоит. И сверху уже накрываем вот такой вот крышкой. Тяги тоже полностью готовы. Идут металлические. Тяга Panara здесь идет вот такой вот тоненький. Это все к передней подвеске и рулевой. Это на заднюю подвеску. Так карданы выглядят в разобранном виде. Они точно такие же, как и были на Axial 2-го поколения. Дальше прикручиваем тяги к нижней тяги к пластине к нижней. Для этого выбираем из этой кучи разных винтиков. Восьмерки, десятки и 18 мм. Винтиков много и все абсолютно практически там разного размера идут. Поэтому нужно сидеть и четко выбирать. Все. Тяги к пластине прикручены. Axial 3 бюджетная тачка. Поэтому сервопривод на ней будет тоже бюджетный. GX. Ссылочка на него есть внизу. И на другие сервоприводы тоже. И у меня также на сайте rsibar.ru смотрите тест сервоприводов. Рама состоит из четырех пластин. То есть четыре пластины. Правая, левая, левая, правая. По две штуки. Нужно это для того, чтобы сделать регулировку колесной базы. То есть видите, вот они отверстия. Мы можем регулировать колесную базу, как захотим. И просто перемещая и состыковывая. Но это уже не новая разработка. То есть это давно уже где-то есть. На каких-то тачках я уже, честно говоря, не помню. Если помните, то пишите в комменты, как это было. Сборка мне, честно говоря, не понравилась. Очень много отдельных деталей. То есть эта деталька отдельно. Потом вот этот маленький треугольничек отдельно для тяги панары. Потом большая стойка отдельная. В общем, собираешь, собираешь. Так все состыковываешь. Рама полностью собрана. И теперь можно приниматься за установку коробки и мостов. Вот так она выглядит. Металл пластины. Все остальное идет пластиковое. Ну, за исключением тяг. Коробка смонтирована. Крепится на двух винтах сверху. Здесь и здесь. И на двух снизу. Вот тут вот. Ну, в принципе, снимать будет достаточно быстро и удобно. Но здесь будут потом еще сервоприводы подключены. Поэтому это будет затруднять съем в случае ремонта, смазки или просто ТО. Что касается цвета пружин, то более жесткие это зеленые, а софт, мягкие, это красные пружины. Вот это с красной пометкой. В инструкции не сказано, куда какие ставить. И я, наверное, которые пожестче поставлю вперед, а красные мягче поставлю назад. Итак, рама вся полностью собрана с мостами. Вот так это выглядит снизу. И вот так это выглядит снаружи, сверху. Ну, в принципе, ничего здесь нового нету сверхъестественного, стандартное расположение амортизаторов, стоек. Но выделяют его только портальные мосты. Сейчас покажу вам косяк, который есть в инструкции. Значит, как видите, здесь три ушка таких. В первое отверстие между первыми двумя ушками ставим амортизатор, а во второе отверстие ставим тягу. То есть видим, значит, редуктор, амортизатор, тяга. Обращаемся к инструкции, и здесь показано все неправильно. Здесь, видите, редуктор. Первое ушко, как бы первое отверстие. Они показывают, что сюда нужно тягу вкорячить. А во второе поставить амортизатор. Ну, как бы я вроде не дурак, да? То есть первая тяга, потом аморт. Если вы так сделаете, тогда у вас амортизатор будет стоять вот так. Вот, поэтому нужно делать амортизатор снаружи, и тогда он будет стоять ровно и четко. Вот так, как у меня. В общем-то, косяки у них есть в инструкции, так что без этого никак. Дальше Axial предлагает нам выбор. Либо вот такой вот большой батарейный отсек, куда входит любой пятитысячник, да? То есть 5000 мАч, на которых я гоняю всегда на всех тачках. Либо поставить маленький батарейный отсек вот здесь вот сбоку, ну, какую-то маленькую липушку там на 2000 мАч. У меня таких нету, поэтому я буду использовать только пятитысячники, и поэтому расположение аккумуляет вот здесь вот в задней части рамы. Также в комплекте получаем полный набор арок. Ставится очень легко, каждая прикручивается просто вот сюда на стойки, и все. Также Axial предлагает немного копийности, и вот такой могучий V8. Будем ставить его сейчас спереди и закрывать сервопривод и мотор. И вот так это выглядит. Конечно, все здесь черного цвета, копийщики могут все это дело разукрасить, чтобы выглядело более натурально, но в целом тоже неплохо получить в стоке. Но это опять же минус к обслуживанию, то есть замена двигателя, это все нужно разбирать полностью. Дальше разбираемся с колесами. Здесь идут пластиковые диски и у нас бедлоки. Это плюс, потому что мы можем собрать, разобрать, поменять резину, прочистить, если вдруг что-то засорилось, склеивать ничего не нужно. Значит, сейчас щупаю вот так резину. Приятная, не какая-то китайщина, все-таки приятная резина. Прилично мягкая, но проминаться, я думаю, особо не будет, потому что вставки достаточно плотные внутри. Можете подрезать, тогда будет проминаться. Я не буду подрезать ничего, то есть буду гонять на стоке, посмотрим, как покажет себя. С виду вроде ничего, для грязи может даже гуд, но посмотрим еще как по сухому поедет. Поэтому собираем сток, но, говорю, хотите, чтобы прямо проминалось, вставки, я думаю, сразу режьте. Потому что так, ну, все равно, вставки достаточно жесткие. При сборке бедлоков чуть-чуть прихватите на два винтика, и потом уже корректируйте резину, чтобы вот этот контур был снаружи. То есть, видите, здесь вот он ушел вовнутрь, и мы потихонечку вот так вот вытаскиваем, чтобы резина ровно шла по диску. Все, проверяем. Все, весь контур снаружи. То есть, его видно прямо четко. И с этой стороны все то же самое, он должен быть снаружи диска. И теперь можно полностью уже затягивать. И если вы собираетесь смесить грязь, то вам нужно заделать вот эти два отверстия. Первое и второе. Просто термоклеем заделывайте, чтобы не попадала ни вода, ни песок, ни какая-либо другая грязь вовнутрь и не засоряла вставки. Некрасивые гайки в стойке закрываются вот такими вот заглушками. И не видно. Итак, вот что у нас получается по клиренсу на стоковых колесах с этими порталами. Расстояние между землей и орехом составляет примерно 54,8 мм. Но это плюс-минус, тачка не загружена. То есть, если вдруг загрузится, у нас промнутся немного колеса и клиренс чуть-чуть еще уменьшится. Ну что, пишите ваши мысли в комментариях, как вам Axial 3, как его вся эта конструкция по напичканности. Как думаете, будет ли он все-таки в 2020-м самой топовой шасси из китовых RTR, да, грубо говоря. Ну, китовых. В RTR пока нету, но может будет. И прям вот купили, я думаю, они там что-нибудь да исключат. Как это было с Trax, да, есть Sport, то есть простая версия есть, там Defender и прочее по напичканной. Здесь тоже есть убрать DigUnit, там, ну, хотя фиг знает. Вот она, грубо говоря, раздатка получается. Можно было мост сюда вывести второй, и все, DigUnit. Тем самым мы ликвидируем, да, и чуть-чуть там удешевим для RTR-версии. Кому это нафиг не надо. Но сомневаюсь. Сомневаюсь, конечно. Из минусов выделю, что у Axial 3 это полностью литые мосты. Значит, смотрим, да, задний мост, он полностью литой. Вот эти колесные редукторы, они не отдельные. Если что-то повредится здесь физически, то придется весь мост менять. А так как это Axial, то это будет, на самом деле, дорого. И тоже касается переднего. То есть кулаки поворотные, понятно, отдельные. Но цехабы у нас литые с мостом. Это минус. То есть, блин, опять же, ремонтнопригодность никакущая. Сломаете мост, придется уже платить за все. Ну, короче, вот. Это минус, но это трофейка, поэтому обычно это ничего не ломается. И служит очень долго. В общем, друзья мои, жду ваши комментарии, жду ваше мнение. В следующей части добьем его электроники. Посмотрим, как все здесь работает, как это функционирует, все эти дигюниты и прочее. И займемся корпусом и протестим его. Посмотрим, как он в деле, посмотрим, какой подъем он возьмет. Но, говорю, я рассматриваю именно расположение заднего аккумулятора. Аккуму можно сюда перенести, сюда маленький поставить. Ну, кстати говоря, я затестирую, наверное, какой-нибудь в корячий двубаночный. Там простенький у меня есть на 10С. Ну, вот. Как поедет. Будет разница или нет в подъеме. Перерасположение аккумулятора здесь и здесь. Будет интересно. Хотя, лучше 5000 ник туда вкорячить. Ну, короче, подумаю, ладно. Все, ссылочки все внизу найдете на комплектующие для трофеек, друзья мои. И ждем новую часть. Пока!